МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Марков Александр Владимирович, доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник Палеонтологического института, профессор Российской экономической школы, автор книги «Эволюция человека» у достоинной премии «Просветитель» за лучшую научно-популярную книгу, специалист в области эволюционной биологии, автор более 150 научных публикаций, в том числе пяти монографий. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте. Ну, сегодня мы продолжим разговор об эволюционных экспериментах. В прошлый раз мы говорили в основном об экспериментах, которые ставятся на разных микроорганизмах, и в которых были подтверждены разные важные теоретические положения и общие закономерности, которые были известны биологам раньше по основе косвенных данных. Но теперь их в ходе экспериментов удается подтвердить напрямую и проследить, как, собственно, происходят эволюционные изменения на молекулярном, на генетическом уровне. Сегодня мы продолжим говорить об эволюционных экспериментах, но немного о другом направлении, об экспериментах по искусственному видообразованию. Как образуются новые виды живых организмов? Это такой фундаментальный, основной эволюционный процесс – видообразование, образование новых видов. Отначать рассказ я хотел бы с одного замечательного эксперимента, который не был запланирован учеными. Это был такой стихийно незапланированный эволюционный эксперимент, который проводился, начиная с 17 века, европейскими поселенцами в Северной Америке, куда они привезли из Европы новый вид растений, а именно яблоню. Мухи-пестрокрылки, показанные на слайде, мухи-пестрокрылки Роголетис помонелла, живут в восточной части Соединенных Штатов, и до появления европейцев личинки этих мух развивались только в плодах боярышника. То есть самка мухи откладывает яйца в плод боярышника, там развиваются личинки. Предпосылки для разделения мух Роголетис на два вида появились в 17 веке, когда европейские колонисты привезли в новый свет саженцы яблонь. Первое упоминание о яблонях в Северной Америке относится к 1647 году. И первые два века после этого все было спокойно, а спустя два столетия, в 1864 году, в первый раз, садоводы стали замечать нового вредителя, белых червячков, которые вдруг стали пожирать их урожай. Червяки оказались личинками мух Роголетис, которые до сих пор откладывали яйца только в плоды боярышника. Вот за прошедшие с тех пор полтора века боярышниковая и яблоневая формы этих мух стали так сильно различаться по своему поведению, брачным предпочтениям и генетике, что сегодня их уже можно считать двумя разными видами. Они почти не скрещиваются друг с другом. Яблоневый вид. Мухи яблоневого вида спариваются почти исключительно на яблонях, а боярышниковый вид на боярышнике. И, по-видимому, вот именно такая манера спариваться на своем кормовом растении способствовала быстрому видообразованию. У насекомых с такими привычками для видообразования достаточно небольшого случайного генетического изменения, которое ведет к смене обонятельных предпочтений. То есть, в принципе, для зарождения яблоневого вида было достаточно одной мутантной самки, которой запах яблок понравился больше, чем запах боярышника, и которая передала эту особенность своему потомству. То есть, эти насекомые летят на привлекающий их запах, прилетают на соответствующие растения, там же спариваются, там же откладывают яйца. Поэтому у них достаточно просто происходит разделение на два вида, но такое поведение характерно для огромного множества насекомых. Но самое интересное, что это еще не конец истории. На мухах роголетис паразитируют наездники, паразитические насекомые, которые откладывают яйца в личинок мух, и личинка наездника развивается в личинке мухи и в конце концов убивает ее. И вот оказалось, что наездники вслед за мухами тоже начали разделяться на два вида. То есть, какая-то часть паразитических насекомых наездников последовала за мухами на новое кормовое растение на яблоне и приспособились именно паразитировать уже на яблонных мухах, на новом виде мух. То есть, появление нового кормового растения запустило некую цепную реакцию видообразования. Сначала произошло видообразование у мух, а вслед за ними и у паразитов мух наездников. Причем, что интересно, там, по-видимому, связи были взаимные. То есть, не только мухи стимулировали видообразование наездников, но и наездники стимулировали видообразование мух, потому что, как выяснилось, яблоко, как среда обитания для этих мух, является менее благоприятной, чем плод боярышника, потому что выживаемость личинок мух в боярышнике выше, чем в яблоке. То есть, яблоко для них, как среда обитания, хуже. Но яблоко более крупное, поэтому в нем легче спрятаться от наездника. Личинке мухи легче спастись от длинного яйцеклада самки-наездника, который пытается отложить свое яйцо в личинку мухи. И поэтому мухи получают адаптивное преимущество от того, что они живут в яблоках, потому что у них ниже зараженность личинками наездника, ниже смертность из-за наездников. То есть, по-видимому, если бы не давление со стороны наездников, то мухи и не переселились бы с боярышника на яблоки, поскольку яблоки для них менее благоприятная среда. Таким образом, влияние было взаимное. Видообразование одних видов стимулирует видообразование других видов. Можно ли воспроизвести процесс видообразования в лаборатории, в лабораторных условиях? Биологи давно мечтали это сделать, и успехи в этой области достигнуты немалые. Как выяснилось, все основные этапы и слагаемые процессы видообразования вполне воспроизводимы в эволюционном эксперименте. И если биологи то и дело не объявляют торжественно об искусственном создании настоящего нового вида, то это происходит только из-за расплывчатости самих критериев понятия вид. Дело в том, что, как я уже говорил в прошлый раз, нет четкой грани между видом и разновидностью, и используется некий набор критериев, и все они достаточно условные и абсолютных четких критериев, позволяющих сказать, что вот это два разных вида, а вот это всего лишь две разновидности одного и того же вида, таких четких критериев не существует. Но все-таки есть критерии, которые считаются наиболее важным, по крайней мере для организмов с половым размножением. Этот критерий – это репродуктивная изоляция, репродуктивная несовместимость, то есть неспособность производить гибридное потомство. Репродуктивная изоляция бывает разных видов. Бывает так называемая предиготическая эволяция, то есть доплодотворение. Это когда животные из двух популяций не хотят скрещиваться друг с другом. Поведенческая изоляция. Они по каким-то причинам избегают таких вот скрещиваний с чужаками. Это предиготическая изоляция. А бывает изоляция подиготическая. Это значит, что организмы скрещиваются, но гибридное потомство получается маложизнеспособное. Или оно имеет пониженную плодовитость, или вовсе бесплодное. Такая изоляция называется подиготическая изоляция. Это тоже изолирующий механизм. Если такая изоляция подиготическая возникает, то отбор будет благоприятствовать выработке и поведенческих изолирующих механизмов. Потому что если скрещиваться с чужаками невыгодно, потомство будет маложизнеспособным, то отбор будет поддерживать такие мутации, которые снизят вероятность гибридизации с чужаками. То есть будут вырабатываться предпочтения к скрещиванию со своими. Так вот, поскольку репродуктивная изоляция является одним из основных критериев вида, то именно на получении репродуктивной изоляции и сосредотачиваются усилия биологов, которые ставят эксперименты по искусственному видообразованию. Я расскажу о нескольких таких экспериментах. Вот в 1989 году Диана Дот поставила такой красивый эксперимент на мухах дрозофилопсевдообскура. Это американские плодовые мушки. Из одной природной популяции создали 8 лабораторных популяций. И их в течение нескольких поколений выращивали в стрессовых неблагоприятных условиях. 4 популяции посадили в пробирке, где питательная среда была на основе крахмала, а другие 4 популяции посадили на основе мальтозы. Обе эти среды являются малоподходящими, то есть неблагоприятными стрессовыми для данного вида мух. Сначала все подопытные популяции переживали тяжелые времена, у них была высокая смертность, был длительный период адаптации, но в конце концов они приспособились к этим неблагоприятным условиям. И смертность снизилась, и получилось 4 популяции, приспособившиеся к крахмалу, 4 популяции, приспособившиеся к мальтозе. После этого были проведены эксперименты на выявление предпочтений при скрещивании. То есть мух из разных популяций ссаживали вместе и смотрели, кто с кем предпочитает спариваться. И вот оказалось, что те мухи, предки которых приспособились к жизни на крахмале, охотно скрещиваются друг с другом, но избегают скрещиваний с мухами, предки которых приспособились к жизни на мальтозе. И наоборот, мальтозные мухи охотно скрещиваются друг с другом, но избегают скрещиваний с крахмальными мухами. То есть за 10-15 поколений в результате отбора в стрессовых условиях сформировалась частичная презиготическая поведенческая изоляция между вот этими подопытными линиями. Это первый шаг к разделению на два вида. Осталось непонятным многое в этом эксперименте. Осталось непонятным, как отличают мухи своих от чужих, откуда они знают, кто из их соседей по пробирке приспособлен к крахмалу, кто к мальтозе, кто свой, кто чужой. Недавно, в 2010 году, эти опыты были повторены, на других видах мух уже результаты подтвердились, то есть действительно возникает изоляция, и вскрылись новые важные подробности. Оказалось, что вот эта положительная ассортативность, то есть предпочтение своих при выборе полового партнера, эта избирательность исчезает, если мух обработать антибиотиком, если антибиотиком убить всю микрофлору. Бактерии, которые живут в кишечнике мух и на поверхности их тела. Избирательность исчезает. А если потом этих мух снова испачкать соответствующими бактериями, то она восстанавливается. Таким образом, стало ясно, что мухи различают своих и чужих по микрофлоре, по бактериям, которые живут на их теле и в их кишечнике. И предпочитают спариваться с партнерами, у которых микрофлора такая же, как у самой мухи, которая осуществляет выбор. Таким образом, был вскрыт механизм избирательности. Ну а адаптивный смысл возникновения такой избирательности, по-видимому, состоит в том, что если популяция приспособилась к каким-то стрессовым, неблагоприятным условиям, то, по-видимому, у неё в результате отбора там накопились какие-то полезные гены и комбинации генетических вариантов аллелий, которые обеспечивают выживание вот на этой среде. И им невыгодно скрещиваться с чужаками, которые не приспособлены к жизни на этой среде, которые приспособлены к чему-то другому. Потому что гибридное потомство, скорее всего, будет плохо приспособлено к этой среде. И, таким образом, после жизни в стрессовых условиях имеет смысл выбирать себе в качестве брачных партнёров организмы, которые тоже приспособлены к этим же условиям. Но это уже пока только предположение. Это исследование ещё не закончено. Некоторые другие опыты по выведению новых видов, которые были проведены. Значит, один из опытов недавно был проведён на дрожжах, одноклеточные грибы всем известные. Дрожжи выращивались в течение 500 поколений в контрастных неблагоприятных условиях. Часть подопытных популяций в условиях высокой солёности, а другая часть популяции выращивалась в условиях голодания, низкого содержания глюкозы, которые питаются дрожжи. И вот после 500 поколений приспособлений к этим неблагоприятным средам, так же, как и у мух, в аналогичной ситуации у дрожжей, тоже возникла репродуктивная изоляция. Но в данном случае не презеготическая поведенческая, а постзеготическая. Иными словами, эти дрожжи скрещивались друг с другом, но потомство гибридное, которое при этом получалось, имело пониженную приспособленность, пониженную жизнеспособность. То есть было плохо приспособлено к обеим средам. То есть в данном случае возникла частичная подзеготическая изоляция, что тоже может быть первым шагом на пути к разделению одного вида на два. Далее широко известны в нашей стране опыты советского энтомолога, известного Шапошникова. Он работал с тлями. И самый известный его опыт состоял в том, что он пересадил тлей, приспособленных к жизни на определенном кормовом растении, пересадил на другое кормовое растение, которому этот вид тлей не приспособлен. Тоже был в начале период высокой смертности, тли погибали, но с большим трудом все-таки за несколько поколений приспособились, сумели приспособиться к новому растению. И оказалось, что после того, как они приспособились к новому кормовому растению, они потеряли способность скрещиваться с предковым видом, то есть с представителями неизменившихся тлей, которые были по-прежнему приспособлены к своему исходному кормовому растению. Проводились также опыты с мухами дрозофила меланогастр, это классический объект генетиков, он с давних пор излюбленный объект. Мух подвергали так называемому дезруктивному отбору или отбору на расхождение. То есть мух с максимальными и минимальными значениями признака сохраняли, а с промежуточными значениями отбраковывали. В данном случае ввелся отбор по числу щетинок. Сохранялись мухи, у которых очень много щетинок, очень мало щетинок, а с промежуточным числом отбраковывали. И в результате между расходящимися частями популяции, между много- и малощетинковыми мухами, тоже возникла частичная поведенческая презиготическая изоляция. Такие же результаты были получены в разных других экспериментах, но со схожим дизайном. Например, когда выращивали мух в контрастных условиях холодно-сухо-темно и тепло-влажно-светло. Здесь тоже изоляция возникла между популяциями, которые приспособились к разным условиям, тогда как между популяциями, которые независимо друг от друга приспособились, к одинаковым условиям изоляция не возникла. Аналогичные процессы происходят и в природе. Существует целый ряд наблюдений, как вот такие начальные этапы видообразования происходят в природе. Например, в Израиле есть так называемый каньон эволюции. Его так называют, потому что там как раз очень удобно изучать эволюционные процессы. Дело в том, что у этого каньона два его склона получают очень разное количество солнечного излучения. Поэтому там разные условия. То есть один склон затенен, а другой солнечный склон. И поэтому там температура разная, освещенность разная. И вот оказалось, что мухи, обитающие на противоположных склонах этого каньона, не хотят скрещиваться друг с другом. Они скрещиваются избирательно только с мухами со своего склона. Хотя находятся эти популяции друг от друга в двух минутах полёта. Ещё один интересный опыт, о котором я хотел бы рассказать, был проведён на этих замечательных мухах циртодиопсис. У этих мух глаза расположены на концах длинных стебельков. Вот эти глазные стебельки – это признак, который находится под контролем полового отбора. У самцов они гораздо более длинные, чем у самок. И самцы, конкурируя за самок, они меряются глазами, они вот так подходят друг к другу и сравнивают, у кого глаза длиннее. И тот самец, у кого глаза короче, он, значит, пристыженно улетает. А победитель спаривается с самкой. При этом и сами самки тоже, когда у них есть возможность выбора, они отдают предпочтение самцам с наиболее длинными глазными стебельками. И вот с этими мухами был проведён такой эксперимент. В одних линиях отбирались самцы с максимальным расстоянием между глаз, а в других – с минимальным. И удалось вывести две линии, две породы. Мух – длинноглазых и короткоглазых. Значит, у длинноглазой породы удалось вывести такие длинные глазные стебельки, которые превышают по своей длине то, что встречается в природе. И, соответственно, в короткоглазой линии у мух были глазные стебельки короче, чем это встречается в природе. И вот оказалось, что самое интересное, что в контрольных линиях мух, которые не подвергались отбору, и в длинно-стебельковых линиях самки по-прежнему, как им и положено, предпочитают самцов с наибольшим расстоянием между глазами. Но вот в коротко-стебельковых линиях, которые отбирались на короткие глазные стебельки, предпочтения самок изменились на противоположные. Самки стали предпочитать самцов с самыми короткими глазными стебельками. Такой вот, на первый взгляд, удивительный результат. Ведь самок никто не отбирал. Отбора по женским предпочтениям не проводили. Отбирали только самцов. Отбраковывали самцов с длинными стебельками. Почему же изменились брачные предпочтения самок? Вот это очень интересный теоретический вопрос, на который, на самом деле, есть очень простой ответ. Дело в том, что брачные предпочтения у животных – это точно такой же признак, фенотипический признак, на который влияют гены, который зависит от генов. И по нему тоже можно проводить отбор. И предпочтения могут точно так же меняться в ходе эволюции, как и любые другие признаки. Так вот, когда мы отбираем краткоглазых самцов, мы тем самым отбираем не только гены, обеспечивающие короткие глазные стебельки у самцов, но мы также автоматически, сами того не желая, проводим отбор и по женским предпочтениям. Мы отбираем гены, те гены, которые заставляют самок предпочитать краткоглазых самцов. Потому что вот этих отобранных нами краткоглазых самцов они унаследовали не только гены краткоглазости от своих отцов, но они унаследовали гены любви к краткоглазым самцам от своих матерей. Потому что они являются детьми тех самок, которые спарились с краткоглазыми партнерами. Таким образом, автоматически, когда мы отбираем по признаку такому, мы отбираем и проводим отбор так же и по брачным предпочтениям самок. Вот это исследование таким образом демонстрирует очень важное теоретическое положение, относящееся к теории полового отбора. Еще один классический эволюционный эксперимент, связанный тоже с действием полового отбора, был проведен Джоном Эндлером. Это 80-е годы, с тех пор много еще таких экспериментов было проведено, в которых вскрылись разные дополнительные детали. Но вот самый первый классический эксперимент Эндлера с гуппи, он был устроен так. Значит, Джон Эндлер изучал гуппи, рыбок, которые живут в ручьях и речках в тропической Южной Америке. И было замечено, что в одних ручьях есть хищники, которые охотятся на гуппи, хищные рыбы. В других ручьях хищных рыб нет. И в зависимости от наличия хищников гуппи различаются по окраске. Там, где хищников нет, самцы окрашены ярко и броско. Легко заметно бросаются в глаза. А там, где хищники есть, самцы окрашены более, наоборот, не броско. У них более такая маскировочная окраска, они меньше заметны. Естественно, было предположить, что в тех водоемах, где есть хищники, хищники осуществляют отбор. Они выедают самых броских самцов, которых легче всего заметить. И таким образом осуществляют отбор на выработку маскирующей окраски. А в тех водоемах, где хищников нет, там, соответственно, и нет отбора со стороны хищников. И на первый план выходит отбор, осуществляемый самками. Самцу выгодно привлечь внимание самки. Чем он будет более ярким, тем больше вероятность, что самка его заметит, и этот самец оставит больше потомства. И поэтому в водоемах без хищников самцы приобретают более яркую, более броскую окраску. Ну вот, чтобы проверить эти гипотезы, Энглер поставил такой замечательный эксперимент. Он сделал много искусственных водоемов, таких прудиков, бассейнов. В каждый бассейн он поселил популяцию гуппи. Исходно одинаковые были популяции во всех бассейнах. В половину бассейнов он также поселил хищных рыб, которые охотились на гуппи. В другой половине хищников не было. И, кроме того, в одних бассейнах на дне был крупный гравий, а в других – мелкий гравий. Таким образом, четыре комбинации. Хищники – крупный гравий, хищники – мелкий гравий. И такие же два варианта для прудов без хищников. И в течение примерно 15 поколений рыбы эволюционировали, спокойно жили там, как могли, в этих искусственных водоемах. По прошествии 15 поколений оказалось, что во всех водоемах произошли определенные эволюционные изменения, но разные. Там, где были хищники, там самцы гуппи под действием избирательного выедания хищниками приобрели действительно маскирующую окраску. Это выразилось в том, что в водоемах с крупным гравием пятна на их теле стали крупными, примерно такими же, как размер частиц гравия. И благодаря этому рыбы стали менее заметны на фоне дна. В водоемах с мелким гравием, соответственно, тоже самцы замаскировались под этот мелкий гравий, пятна на их теле стали мелкими. А вот в прудах без хищников все произошло наоборот. В прудах с мелким гравием пятна на рыбах стали крупными, а в прудах с крупным гравием рыбы выработали мелкие пятна. То есть приобрели такую окраску, которая наоборот наиболее хорошо заметна, является наиболее броской на фоне данного типа дна, чтобы быть заметными для самок. То есть этот эксперимент таким образом четко подтвердил имеющиеся эволюционные гипотезы о том, что в случае наличия хищников перевешивает отбор со стороны хищников, развивается маскирующая окраска, а если хищников нет, то перевешивает половой отбор со стороны самок. И выигрывают самые броские, самые яркие самцы. Еще один эксперимент, о котором я расскажу, был связан с решением другой очень важной и интересной теоретической проблемы. Проблема эта состоит в том, зачем нужно половое размножение. На самом деле это далеко не очевидная вещь. Дело в том, что на первый взгляд кажется, что размножаться бесполым путем, скажем, почкованием, каким-нибудь теледелением, это гораздо проще, чем размножаться половым путем. Не только проще, но и эффективнее. Это более эффективный способ размножения, потому что при бесполом размножении вы передаете каждому потомку все свои гены, а при половом размножении вы передаете каждому потомку только половину своих генов. Почему же тогда половое размножение так широко распространено в природе? На этот счет существует много теоретических исследований, разных моделей, но основных идей две. Первая идея состоит в том, что половое размножение помогает отбору, отбраковывать вредные мутации. Таким образом, снижая риск генетического вырождения под грузом вредных мутаций. А вторая идея состоит в том, что половое размножение повышает эффективность накопления полезных мутаций, тем самым повышая способность организмов приспосабливаться к меняющимся условиям. Значит, отбраковка вредных мутаций и накопление полезных мутаций. А эффекты эти объясняются тем, что при половом размножении гены родительских организмов перемешиваются, при этом возникают новые их комбинации, в том числе получаются более удачные комбинации, чем обе родительские. При бесполом размножении вы не можете, в популяции не может родиться потомок, менее отягощенный вредными мутациями, скажем, чем родительские особи. А если есть половое размножение, гены перемешиваются все время, и поэтому за счет этого перекомбинирования менее приспособленные родители имеют шанс произвести более приспособленных потомков. Замечательным объектом для изучения роли полового размножения являются круглые черви Cynorobitis elegans. Это один из излюбленных объектов биологов, на них изучают в частности эмбриологию, развитие организма и многие другие вещи. И вот в том числе на них очень удобно изучать эволюционный смысл полового размножения. Дело в том, что у этих червей можно регулировать процент полового размножения практикуемого в популяции. У них нет самок, у них есть только самцы и гермафродиты. То есть есть самцы, а вместо самок особи гермафродиты, которые могут размножаться путем самооплодотворения. Самец может спариться с гермафродитом и тогда гермафродит выступает в роли самки и тогда будет потомство полученное в результате перекрестного оплодотворения. Вот как устроена система определения пола у этих червей. У них гермафродиты имеют две х-хромосомы, а самец имеет одну х-хромосому. Соответственно, если гермафродит размножается путем самоплодотворения, то все его потомство имеет две х-хромосомы и, соответственно, все потомство является гермафродитами. В случае перекрестного оплодотворения половина потомства будет гермафродитами, а половина самцами. Это очень удобно, потому что можно по доле самцов в популяции определить долю полового размножения. Если гермафродитов и самцов поровну, то это значит популяция размножается исключительно путем перекрестного оплодотворения. А если сплошные гермафродиты, значит, эта популяция размножается только путем самоплодотворения. Самоплодотворение это не совсем бесполое размножение, но вещь близкая. Там не происходит перемешивание генов двух разных родителей. По сути, это очень близко к бесполому размножению. Соответственно, был поставлен эволюционный эксперимент на этих червях для проверки вот этих двух гипотез, о которых я сказал. В эксперименте приняли участие три линии червей. Во-первых, обычные черви Cynorobditis elegans, так сказать, черви дикого типа, у них в норме частота перекрестного оплодотворения составляет около 5%. И, кроме того, использовались две мутантные линии червей. Одна мутантная линия это черви с облигатным, то есть обязательным самооплодотворением. В этой линии вообще нет самцов. В этой линии есть такая мутация в геноме, которая приводит к гибели самцов. Поэтому там только гермафродиты, они размножаются только самооплодотворением. А вторая мутантная линия это, наоборот, черви, которые могут размножаться только путем нормального перекрестного оплодотворения. У этих червей есть такая мутация, которая блокирует производство сперматозоидов гермафродитами. И поэтому гермафродиты превращаются из-за этой мутации в обычных самок. Вот эти три линии использовались в эксперименте эволюционном, в ходе которого червям нужно было приспособиться к разным необычным условиям. Вот схема экспериментальной установки, которая использовалась в первом эксперименте. Вот в такую чашку Петри сажали в одну половину чашки червей подопытных, посередине строили преграду из кирпичиков таких маленьких, а в другую половину чашки по другую сторону преграды помещали пищу, бактерии, шерихи и коли, которыми эти черви питаются. Таким образом, чтобы добраться до еды и выжить, черви должны были преодолеть барьер. Это было сделано для того, чтобы усилить очищающий отбор, который отбраковывает вредные мутации. В обычных стандартных лабораторных условиях отбор ослаблен, потому что даже слабые, отягощенные вредными мутациями животные все равно могут выжить и размножиться. А вот в таких условиях выжить и оставить потомство могли только здоровые и сильные черви, которые смогли преодолеть барьер. И этим червям, которые участвовали в эксперименте, искусственно повысили темп мутирования при помощи химических мутагенов, чтобы посмотреть, как они будут справляться с накоплением груза вредных мутаций. результаты эксперимента получились такие. Искусственно повышенная скорость мутирования привела к вырождению, то есть к снижению приспособленности всех пород червей, кроме тех, которые размножались только путем перекрестного плодотворения, то есть при помощи самцов. Все остальные выродились, то есть их приспособленность снизилась. В этих линиях отбор не смог справиться с отбраковкой вредных мутаций. И началось необратимое накопление мутационного груза, то есть генетического рождения. Кроме того, у диких червей, у которых исходно частота перекрестного плодотворения была 5%, эта частота в ходе эксперимента увеличилась под действием отбора. Это значит, что в жестких условиях эксперимента естественный отбор благоприятствовал тем особям, которые размножались путем перекрестного плодотворения. Таким образом, склонность к перекрестному плодотворению усилилась в ходе эволюционного эксперимента. Вот эти результаты таким образом подтвердили гипотезу о том, что половое размножение, перекрестное плодотворение действительно помогает популяции избавляться от вредных мутаций, защищает от генетического вырождения. Во втором эксперименте проверялась гипотеза о том, помогает ли перекрестное плодотворение вырабатывать новые адаптации за счет накопления полезных мутаций. В данном случае червям, чтобы добраться до пищи, нужно было преодолеть участок, зараженный болезнетворными бактериями, которые вызывают у червей смертельное заболевание. Соответственно, чтобы добраться до еды, черви должны были как-то пробраться через этот зараженный участок и не погибнуть. они должны были либо выработать какие-то средства иммунной защиты от болезнетворных бактерий, либо как минимум научиться их не глотать, не есть, потому что чтобы червь заболел, он должен съесть эти болезнетворные бактерии. И вот оказалось, что в этом случае тоже черви, которые размножались только путем перекрестного плодотворения, приспособились к новым условиям лучше всех. А те, которые были способны только к самооплодотворению, не приспособились вовсе. Их выживаемость, приспособленность в этих условиях так и не повысилась в течение эксперимента. И опять же, как и в первом эксперименте, у диких червей выросла в ходе эксперимента частота перекрестного плодотворения. То есть опять отбор способствовал большей склонности к перекрестному плодотворению. Таким образом, гипотеза о том, что половое размножение помогает накапливать полезные мутации, тоже подтвердилось. Потому что в данном случае приспособиться к преодолению преграды из болезнетворных бактерий черви могли только за счет выработки каких-то адаптаций, закрепления каких-то полезных мутаций. Вот тут мы начали говорить о проблеме генетического вырождения. Это тоже такая интересная тема, которую можно изучать путем эволюционных экспериментов. Есть такая точка зрения, что в современной человеческой популяции сильно ослаб отбор, так называемый очищающий отбор, который отбраковывает вредные мутации. Потому что сейчас из-за развития медицины, появления антибиотиков, рост производства продуктов питания и так далее. Сильно уменьшилась детская смертность в цивилизованных странах. Она уменьшилась до крайне низких значений. Соответственно, отбор должен был ослабеть. Отбраковка вредных мутаций должна была, если не прекратиться совсем, то сильно эффективность этой отбраковки должна была уменьшиться. Как это отразится на генофонде человечества? Это вопрос спорный на сегодняшний день окончательно он не разрешен, но вот эволюционные эксперименты позволяют пролить свет на этот вопрос в какой-то мере и были проведены в частности такие эксперименты на мухах, когда для мух это вот известный российский эволюционный генетик, работающий также в Америке, Алексей Симоныч Кондрашов, ставил эти эксперименты. У мух тоже ослабили очищающий отбор. Вот брали случайным образом самца и самку, они производили какое-то потомство, из этого потомства тоже случайным образом выбирали одного сына и одну дочь, тоже случайным образом выбирали им партнеров и опять сажали попарно в пробирки и опять из всего потомства брали случайным образом одного сына и одну дочь. То есть как бы имитировали современную городскую жизнь, когда мама, папа, два ребенка, никакой детской смертности, никакого отбора. И вот в условиях такого эксперимента за небольшое сравнительное количество поколений, за несколько десятков поколений, если я не ошибаюсь, очень сильно произошло вырождение в этих популяциях. То есть мухи потеряли энергию, перестали жужжать, стали вялые, такие маложезнеспособные, совершенно не способные конкурировать с дикими мухами, которые живут на помойке. Они безнадежно проигрывают им соревнования. Вот такие эксперименты тоже проводятся. Меня зовут Наталья. Скажите, пожалуйста, подтверждают ли эволюционные эксперименты наследование приобретенных признаков? Спасибо. Ну, если в двух словах, то нет, не подтверждает. Эволюционные эксперименты, те, в которых удалось проследить именно за генетическими изменениями, они подтверждают классическую дарвиновскую схему, которая была принята в теоретической биологии где-то с 30-х годов 20-го века. То есть случайные мутации и отбор. Какие-то приобретенные признаки, как правило, не наследуются. Вот теория о наследовании приобретенных признаков называется ламаркизм. Потом у нас в стране Лысенко считал, что возможно наследование приобретенных признаков и что виды могут превращаться один-другой под непосредственным воздействием среды. Но это всё не подтверждается. Это всё не подтверждается. То есть эволюция в основном идёт по классической дарвиновской схеме, то есть случайные мутации, среди которых много вредных, ещё больше нейтральных, не влияющих на приспособленность, и некоторое количество полезных. И вот отбор распространяет полезные мутации, отбраковывает вредные. И вот именно этот механизм лежит в основе эволюции. Меня зовут Елена. Вот у меня к вам такой вопрос. Процесс эволюции – это обратимый или необратимый процесс? Спасибо. Это такая тоже большая тема. В каких-то отношениях эволюция может быть отчасти обратима, а в каких-то отношениях нет. Но вот если говорить о процессе видообразования, то вот когда у нас предковый вид разделился на два дочерних вида, этот процесс до какого-то момента остаётся потенциально обратимым. То есть если условие вдруг изменится каким-то определённым образом, эти два уже почти разделившихся вида, в принципе, могут, имеют шанс обратно слиться в один вид. И такие вещи сейчас наблюдаются в ряде случаев. Ну вот, например, такие всем известные животные, как медведи, вот белый медведь и бурый медведь. Это два вполне чётко различающихся вида, которые до недавнего времени в природе никогда не скрещивались. Правда, в зоопарке можно получить гибриды. В зоопарке, в неестественных условиях, бурые, белые медведи могут скрещиваться и дают гибридное потомство. Но в природе этого не происходило, вплоть буквально до последних лет. Вот сейчас в связи с изменениями климата, с таянием арктических льдов, вся экологическая обстановка в Арктике меняется, белые медведи не знают, что им делать. Они же приспособлены к тому, чтобы жить на льдинах, охотиться на тюлени. А когда льдины растаяли, то они начинают выбираться на берег, они встречаются там с бурыми медведями. И начали попадаться в природе уже гибриды. То есть эти виды, которые разделились несколько сотен тысячелетий назад, уже они достаточно сильно генетически отличаются. Они отличаются по образу жизни, по многим деталям анатомии. Там лапы, шерсть, у них зубы, всё разное. Но тем не менее, если условия меняются, и они оказываются совершенно в новой экологической обстановке, то может начаться межвидовая гибридизация, которая в конечном итоге, в принципе, ну вот если продолжится эта тенденция, то как один из вариантов может получиться и так, что эти два вида совсем смешаются, сольются, и у нас больше не будет белых и бурых медведей, а будет вот такой вот объединённый, вот такой гибридный медведь. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...